Всем привет! Меня зовут Юрина Срединов, и в этом видео я бы хотел ответить на вопрос, можно ли вставлять ClickHouse по одной строке, и если нельзя, то какие есть варианты и до какого объема можно вставлять небольшими пачками или же по одной строке в обычный ClickHouse и при использовании Kittenhouse. На недавней конференции Яндекса было объявлено, что в ClickHouse теперь появилась возможность делать асинхронные вставки и что Kittenhouse больше не нужен. Итак, следующая фича, вот это уже то, о чем вы даже не мечтали. Асинхронные insert запросы. Теперь в ClickHouse появилась возможность делать много частых отдельных insert из множества параллельных соединений. И все это без кафок, без буферов, без Kittenhouse, без всего. Я, как человек, который изначально разработал Kittenhouse, когда я работал во Вконтакте, хотел бы посмотреть, какую можно производительность получить с помощью асинхронных вставок при использовании ClickHouse и какая максимальная конкурентность при этом возможна. То есть проверять мы будем вставку только по одной строке для того, чтобы измерить именно накладные расходы от самой вставки и ни от чего больше. Для начала установим ClickHouse и установим Go и соберем Kittenhouse из моего репозитория. Также возьмем небольшую утилиту, которую я написал для того, чтобы симулировать вставку по одной строке. Для Kittenhouse мы будем использовать формат Values. Для ClickHouse по какой-то причине в асинхронном режиме формат Values не работает. Я думаю, что это скоро поправят. Пока что для тестов мы будем использовать формат TSV. На результат это не особо влияет. По умолчанию в ClickHouse можно вставлять не более чем в 100 потоков по очень простой причине, потому что у него есть ограничение на максимальное количество исполняющихся запросов в 100 по умолчанию. Поэтому мы поднимем это значение до 1000 в конфиге для того, чтобы проверить производительность. Запустим Benchmark и увидим, что мы можем где-то вставлять около 7000 запросов в секунду на обычном 16-ядерном виртуальном сервере. В принципе, если вы вставляете до 7000 срок в секунду при относительно невысокой конкурентности до 1000, при использовании больше 1000 соединений или при использовании 1000 соединений, к сожалению, вставка перестала работать. Это в целом, по моему мнению, ожидаемо, потому что у ClickHouse нет асинхронной работы с сетью, поэтому используются треды операционной системы для того, чтобы обрабатывать HTTP запросы, и больше чем несколько тысяч тредов использовать в любом случае неэффективно. По этой причине можно сказать, что даже в асинхронном режиме вставка в ClickHouse по одной строке это все равно не самая лучшая идея, поэтому желательно использовать либо буферные таблицы, либо использовать небольшие пачки. То есть все равно ClickHouse или же его альтернативы нужны. Или же вы должны это агрегировать в памяти приложения, но это доступно не для всех языков программирования. Например, для PHP это сделать не получится. Если вас устраивает вставка не больше, чем 7000 строк в секунду, то в целом вы можете использовать этот вариант и вставлять по одной строке. Давайте теперь посмотрим, сколько можно выжать из Kittenhouse. Запустим Kittenhouse в режиме Reverse Proxy и запустим тот же самый Benchmark с учетом того, что мы вставляем в формате values и посмотрим, что получится. Для того, чтобы можно было вставлять с конкурентностью выше нескольких тысяч, нужно поднять лимиты операционной системы, что я сделал, и тогда мы сможем открыть такое количество соединений. Я открываю это с другой виртуальной машины для того, чтобы максимально использовать ресурсы как сервера, так и клиента. И с конкурентностью в 10000 мы видим, что вставляется восемьдесят девять тысяч запросов в секунду. Но это еще не все. Если мы сделаем вставку с нескольких серверов, ну в данном случае у меня была возможность только с двух четырех ядерных серверов вставлять, то мы увидим, что на каждом из серверов мы можем получить 70-80 тысяч запросов в секунду вставок по одной строке. Итого около 160 тысяч запросов в секунду. Запросы отправляются с двух клиентских машин. У каждого сервера по четыре ядра, а у сервера с ClickHouse и с KittenHouse 16 виртуальных ядер. Также можно видеть, что при этом мы все равно не упираемся в процессор, и KittenHouse потребляет около 800% CPU. То есть, в принципе, если бы у меня была возможность протестировать на еще большем количестве клиентских машин, возможно, вы смогли бы получить более высокую производительность. Но я бы все равно не рассчитывал на то, что можно вставлять в ClickHouse с помощью KittenHouse Reverse Proxy больше чем 100 тысяч строк в секунду. Заметьте, что суммарная конкурентность составляет 20 тысяч одновременных соединений. И это нормально. Это цифры, которые соответствуют тому, в каких условиях KittenHouse действительно работал в ВКонтакте. И более того, причина, по которой нужна была вставка по одной строке, эффективная, заключалась в том, что мы собирали информацию вроде хардбитов с каждого сервера и вставляли это напрямую в ClickHouse. И получалось, что раз в 10 секунд нам нужно было вставить по одной строке с каждого из нескольких десятков тысяч серверов. Поэтому нам была полезна возможность вставить относительно много данных по одной строке с каждого сервера, и не было возможности это никак группировать. Ну, вернее, конечно же, возможность была, но если можно сделать так, чтобы ReverseProxy справлялся с этой задачей, то это сильно упрощает обслуживание. KittenHouse ReverseProxy написан на Go и работает путем примерно таким же, как описывал Алексей Миловидов в своей презентации. Мы группируем вставки в одну и ту же таблицу в течение 25 миллисекунд и возвращаем ответ пользователю. Соответственно, вставки всегда происходят в синхронном режиме, поэтому рекомендуется вставлять буферную таблицу, что мы и делали в этих бенчмарках. Вы можете увидеть в описании к этому видео, как собрать KittenHouse ReverseProxy и как использовать мою утилиту для генерации инсертов для того, чтобы проверить и смочь воспроизвести мои цифры у себя локально. Большое спасибо за просмотр!